Благовестие Израилю и всему миру Шалом, возлюбленные, Баруха Шем, благословенно имя Господа. Мы, Синтия, приветствуем вас сегодня в новом выпуске программы «Узнавая еврейского Иисуса». Синтия, любовь моя, мне так нравится эта серия, глубокая, при этом простая. В ней много тайн, которые Бог нам сегодня откроет. Они помогут людям познать их любящего Создателя. Да, да. Возвращаясь к началу, мы узнаем, кто мы такие и каковы наши цели, потому что мы созданы по образу Бога. Бог сам сказал нам об этом. Если мы хотим знать, кто мы такие, какие у нас цели, и как осуществить свое предназначение, нам нужно вернуться к началам. Аминь. Знаю, многие из вас уже слышали, что вы сотворены по образу Бога. Но обещаю, что в этом выпуске вы получите нечто новое, уникальное и особенное для вашей жизни. Баруха Шем, благословенное имя Господа. Я с радостью обращусь вместе с вами к книге «Брешит», «Что значит бытие». Мы продолжаем изучать тайну сотворения. Я вдохновляю вас, посмотрите другие выпуски этой серии. Сегодня третий выпуск. Истине, которую я сегодня раскрою, учат не так часто, но это фундаментальная, важнейшая истина. Она поможет вам встать на путь силы в ваших отношениях со своим Создателем. В конце концов, если мы хотим знать, кто мы такие и зачем мы здесь, нам нужно вернуться к инструкции Создателя. Инструкция Создателя — это книга бытия, в которой Господь рассказывает, как Он нас сотворил. И для чего. Опять же, пожалуйста, посмотрите каждый выпуск этой серии. Сейчас совершим небольшой обзор предыдущих выпусков для тех, кто еще их не смотрел. Я быстро напомню ключевые моменты. Обратимся к первому стиху первой главы Бутия. В начале. Но в каком начале? Не начале Бога, потому что Он безграничен. У Него нет ни начала, ни конца. Он вне всякого разумения. Он непостижимо велик и величествен. Он вне всякого именования. Когда Моисей спросил его имя, Бог ответил, «Я есмь существующий и вечный». Бог так велик, поэтому мы так им восхищаемся. Мы никогда не сможем описать Бога. Он настолько огромен и безграничен. Поэтому, когда мы читаем «в начале», речь идет не о начале Бога, потому что у Него нет начала. Речь идет о начале нашей истории. В начале сотворил Бог Элухим небо и землю. В оригинале сказано «Элухим». Это означает «Бога во множественном числе». Это говорит о Его многогранной сущности. Отец, Сын и Дух Святой. Также Он включает в себя и мужские, и женские черты. Он единый Бог с многогранными аспектами. Не думайте, что сможете это понять. Бог — это Дух. Даже если вы не можете понять, как Бог мог быть всегда и ниоткуда не появиться. Но мы продолжим читать. «В начале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста». Во втором стихе сказано, что земля была безвидна и пуста. Здесь говорится о том, что можно увидеть из космоса. Если смотреть из космоса, вы видите круглую сферу, синюю — там, где вода, и коричневую и зеленую — там, где суша. Однако во втором стихе сказано, «Земля же была безвидна и пуста. Шара еще не было. Вы бы не увидели сушу, отделенную от воды. Таким было первоначальное состояние земли. Она была бесформенной. У нее еще не было формы. Она еще не была сотворена. Писание говорит, «Земля же была безвидна и пуста. Она была похожа на пустырь. И тьма над бездною». Вернемся к предыдущему стиху. «Вначале сотворил Бог». Мы говорим об истории сотворения. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою». Возлюбленные, послушайте, то, что очень важно понять, Бог берет ответственность даже за сотворение тьмы. Мы слушаем историю сотворения. Когда Бог раскрывает историю сотворения, мы узнаем, что Он сотворил даже тьму. Только послушайте, что говорит сам Господь в книге Исаия, 45 главе, с 5 по 7 стих. Он говорит «Я Господь». Здесь мы снова видим слово «Господь». На иврите это имя Бога состоит из четырех букв. «Ют», «Хэй», «Вав», «Хэй», что означает «существующий», «Тот, кто будет». Только Бог — Создатель всего. Все, что сотворено, и видимое, и невидимое. Абсолютно все сотворено им. «Я Господь, и нет иного, нет кроме Меня». Дальше он говорит так «Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму». Бог еще раз берет ответственность за тьму. «Я образую свет и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствие». В другом переводе вместо слова «бедствие» стоит слово «несчастье». «Я Господь, и нет иного». «Я образую свет и творю тьму». «Делаю мир и произвожу бедствие». «Я Господь, делаю все это». Одно из преимуществ изучения Библии на иврите в том, что мы видим намного более широкую картину природы Бога, личности и путях, которыми Он действует. «Церковь». Когда мы изучаем Библию на иврите, мы узнаем, что Бог берет ответственность как за создание времен трудностей, так и за создание времени освежения и благословений. Я приведу вам лишь несколько примеров. Когда Израиль грешил, Бог устроил так, что тысячи израилетян были искусаны змеями в пустыне и потом умерли. Примеров при этом очень много. Когда общество Кореи восстало против Моисея, Господь устроил землетрясение. Земля разверзлась и поглотила бунтарей. Если сегодня происходит что-то плохое, никто не говорит, что ответственным за это может быть Бог. Но нам с вами нужно понять, что даже тьму Бог использует для того, чтобы достичь своих целей. Церковь, Бог берет ответственность за управление Вселенной. Я знаю, что у вас может возникнуть много вопросов. Но прежде чем ответить на эти вопросы, я хочу немного углубиться в эту тему. Я приведу вам еще несколько мест из Писания, чтобы вы поняли эту истину целиком. К примеру, вспомните апостола Павла. Я обращусь ко второму посланию Коринфянам, 12 главе. Я хочу, чтобы вы очень внимательно послушали Слово Божие. Потому что ведь только тогда, когда мы разбираем Священное Писание, причем делаем это детально, тогда мы понимаем суть вещей. Итак, 12 глава, с 7 по 10 стих. Когда мы будем читать это важное местописание, вы увидите, что Бог сам послал ангела сатаны, чтобы тот мучил Павла. Бог сделал это с благой целью, которая принесла свои плоды жизни. То есть Бог использовал зло, чтобы достичь высшего блага. Только послушайте, что пишет нам апостол Павел во втором послании Коринфянам, 12 главе, 7 стиха. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, Павел пишет, «Из-за всех тех откровений, которые я получил, дано мне жало вплоть ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Останавливаюсь здесь на секунду, чтобы показать всю перспективу. Павел пишет, что из-за множества полученных им откровений к нему был послан ангел сатаны, чтобы не дать Павлу превознестись. Другими словами, Бог послал этого ангела сатаны мучить Павла, чтобы тот оставался смиренным и продолжал зависеть во всем от Бога. Бог знал, если он этого не сделает, если не пошлет это жало вплоть своего слуги, этого ангела сатаны, тогда Павел в силу своей природной склонности начнет гордиться. Именно таким был план Бога, чтобы предотвратить падение великого апостола. Одним из наиболее трогательных было свидетельство маленькой девочки. На вид ей было лет 7-8, у нее была частичная глухота. Эта девочка родилась частично глухой на оба уха. Но когда любовь Божия коснулась этой маленькой девочки, в ее жизни произошло настоящее чудо. Раньше она была глухой, но теперь она стала слышать абсолютно четко. Иисус полностью исцелил ее на этом Крусейде. Он восстановил ее слух. Она увидела, как проходит Крусейд, и поверила, что Иисус исцеляет ее. Она тайком убежала из дома, ничего не сказав родителям, пришла на Крусейд, и, поверив, что Бог исцелит ее, была исцелена. Она рассказала перед всеми, что Иисус исцелил ее. Раньше она слышала «чистично», а теперь все ясно слышит. Слава Богу! Воздайте Богу аплодисменты! В своем сердце она знала, что Иисус исцелит ее. И это произошло. Точно так же, как сказано в Библии, да будет ей по ее вере. Вы получаете назидание вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиля и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером в служении Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке, служении, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Считаем еще раз. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать с меня, чтобы я не превозносился. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Павел умолял, «Бог, Отец, убери от меня эти мучения, убери этого ангела сатаны из моей жизни». И продолжает он в девятом стихе. «Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодатья моей, ибо сила моя совершается в немощи». Другими словами, Бог говорил Павлу, «Послушай, я не могу это убрать. Моя благодать поможет тебе пройти через это. Открою тебе тайну. Пока этот ангел сатаны причиняет тебе боль, ты все больше и больше зависишь от меня. Пока он ослабляет тебя, и в своей слабости тебе приходится больше зависеть от себя. Я пользуюсь этим, чтобы наполнить твою жизнь силой моего духа». Но Господь сказал мне, «Вы только вслушайтесь в эти слова еще раз. «Довольно для тебя благодатья моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Возлюбленные, здесь вы видите, что Бог использует тьму, гонения, трудности, слабости. Использует ангела сатаны, который делает Павла слабым, чтобы тот стал больше зависеть от Господа. Пока Павел в своей слабости зависит от Бога, в его жизни совершается сила Божия. Вспомните вот о чем. Первое, что сделал Бог в жизни Иисуса, после того, как Он принял крещение в реке Иордан, на Него сошел Дух Святой. С небес раздался голос, «Это мой возлюбленный Сын, в Котором мое благоволение». Мы читаем, что сразу после этого Дух Божий, нет, не дьявол, а Дух Божий повел Иисуса в пустыню. Там Иисус был искушаем дьяволом, постился и молился сорок дней и сорок ночей. Иисус сражался против сил тьмы. Писание говорит, что сорок дней спустя Иешуа вышел из пустыни в силе Духа Святого. Пока Он сражался против сил тьмы, завися от Отца, Он укреплялся. Отец знает, для того, чтобы не только Иисус вышел из пустыни во всей полноте силы, но чтобы все его сыновья и дочери смогли пройти процесс созревания и наполниться этой силой, нужен противник. Бог сотворил тьму, поскольку знал, чтобы его сыновья и дочери могли одолеть противника, им нужно преодолеть сопротивление. В первых главах книги Откровения несколько раз Иисус говорит о том, что у нас следует побеждающий. Бог знал, чтобы мы полностью созрели, нам нужно сопротивление. Спортсмен тоже тренируется сопротивлением. Ему приходится это делать, и поднятие тяжестей, и бег, и множественные упражнения включают в себя сопротивление для мускулов, потому что сопротивление делает мускулы сильными. Бог сотворил тьму возлюбленной, потому что для этого была своя цель. Бог обращает все во благо тем, кто любит его, и призван по его изволению. Его цель преобразить нас в образ его сына. Я хочу, чтобы вы поняли, не нужно оправдывать Бога, когда происходит что-то плохое. Он Адон-Олам, властелин мира. Он правит вселенной, у него есть план, намного масштабнее того, что мы можем постичь своим ограниченным разумом. Он использует все во благо. Он все устраивает для осуществления своей цели. В Евангелии мы читаем о женщине, которая в прошлой жизни была проституткой. Она пришла к Иисусу, потому что обрела свободу. Она влюбилась в Него, потому что получила свободу от своих оков и своего греха. Она взяла сосуд с ароматным маслом, который стоил столько же, сколько работник получал за год, и со слезами вылила это масло на ноги Иисуса. Окружающие были озадачены. Так что же она делает? Какая великая трата денег? цена этого масла равна годовому доходу человека, а она вылила его на ноги Иисуса. Господь повернулся к тем, кто недоумевал, что происходит, и сказал, «Вы не понимаете, кому много прощено, тот много любит. Кому прощено мало, тот любит мало». Эта женщина оставила жизнь кромешной тьмы и оков, поэтому ее любовь к Иисусу была больше, чем у тех, кто не обретал свободу, чья жизнь до спасения не выходила за рамки морали. Другими словами, Бог использовал тьму, которую когда-то переживала женщина. Это породило в ней любовь намного большую, чем в тех, кто раньше жил вполне пристойной жизнью. даже тьму Бог использует для того, чтобы создать что-то прекрасное. Из нашего пепла Он творит радость. Мы уже подходим к концу этого выпуска. Вы можете благодарить Ашам, благодарить Бога Отца за все, что происходит в вашей жизни. Но почему церковь? Почему мы имеем такое дерзновение и радость? А потому что Бог использует все это во благо. Даже тьму Он использует во благо нам. Я хочу, чтобы вы упражнялись в вере. Хочу, чтобы вы осознали, что Бог Отец правит нашим миром. Его ничто не удивляет, не обескураживает. Иисус сказал, что ни одна птица не падает на землю без ведома Бога. Я знаю, есть вещи, которых мы не понимаем. Но пусть то, чего мы не понимаем, не помешает нам верить в то, что открыл нам Бог. Он любит вас, и вы можете Ему довериться. Я тоже люблю вас, да благословит вас Бог. Шалом! Сегодня мы озвучили истины о том, что Бог творит свет из тьмы и преображает вашу тьму в свет. Это очень сильные глубокие истины. Мы видим, что они прочно укоренены в еврейской Библии. В ней мы увидели, что Бог берет ответственность не только за хорошие события. Он также создает сложные ситуации, ситуации тьмы, чтобы создать из них что-то хорошее. Да, это чистая правда. Каждый, кто ходит с Господом и знает Его, видел это. Наш путь часто начинается во тьме, и именно там нам открывается свет Бога. Он делает нас намного более живыми, чем это было до этих ситуаций. Помнишь женщину, которая вылила на ноги Иисусу сосуд с драгоценным маслом? Она плакала и вытирала Ему ноги слезами и своими волосами. Люди смотрели и думали, что же происходит? Что за странная любовь? Это уже перебор. Какая трата денег? А что сказал Иисус на этом? Вы не понимаете. Тот, кому много прощено, много любит. Другими словами, эта женщина вышла из абсолютной тьмы. Поскольку Иисус преобразил ее тьму в свет, вывел ее из тьмы в свет, ее любовь была намного сильнее, чем у тех, кто никогда не был в такой тьме. Да. Он говорит, что берет наш пепел и делает из него что-то прекрасное. Кто еще так может, кроме Бога? Никто другой так не может. Возможно, прямо сейчас есть люди, которые находятся в очень мрачных местах. Возможно, потеря близкого человека причинила им огромную боль. Им тяжело и горестно отпускать этого человека. Сегодня Бог хочет сказать вам, что у него есть свет, который он родит из этой тьмы. Он просит вас держаться, искать его, и тогда он покажет вам свет, свет в конце тоннеля. Аминь. Перед тем, как появился свет, на земле была тьма. Так же и в нашей жизни. Мы переживаем тьму, но это лишь подготовка к великой работе, которую совершит Бог. Не будь тьмы, мы бы не знали, что такое свет. Я завершу еще одну историю. Мы читаем Писание о человеке, который родился слепым. Тяжело быть слепым, когда все вокруг зрячие. Иисуса спросили, кто согрешил человек или его родители, что он родился слепым? Ведь тот в прямом смысле был во тьме. Но Иисус сказал, не согрешил ни человек, ни его родители, он родился слепым ради славы Божьей. И Бог вывел его из этой слепоты, вывел его из тьмы во свет. Какая история для всего мира, вплоть до нынешнего дня? Когда вы читаете свет? Не так давно мы с Синтией провели целый месяц в Израиле. Мы поехали туда, чтобы сфокусироваться на Слове Божьем. Я изучал Тору первые пять книг Библии. Я был поражен тем, как Бог сумел обратиться к каждой сфере нашей жизни. Он затронул все, как одеваться, что есть, как вести бизнес, и даже как охранять свое имущество. Я знаю, что сейчас мы не под законом, но давайте не будем вдаваться в крайности. Бог желает участвовать во всех сферах нашей жизни, в том числе и в финансах. Если это служение благословляет вас и оказывает на вас влияние, то я прошу вас задуматься над тем, чтобы почитать Бога через поддержку этого служения. Благодаря вам мы достигаем мир для Иисуса Христа, и я рад, что вы по-прежнему с нами. Спасибо за вашу любовь и финансовую поддержку. Пусть Бог обильно благословит вас. Я благословляю вас и шалом. Как стать нашим партнером? Отправьте пожертвования, необлагаемые налогом, на адрес который на экране. Пожертвовать онлайн можно, зайдя по ссылке нашего сайта. Пожертвовать через кредитку можно по телефону, который на экране. Или же отправьте СМС на данный телефонный номер. В знак признательности мы отправим вам аудиопроповедь месяца и свежий вестник. Благодаря вашему дару Израиль и мир спасутся, исцелятся и получат освобождение через телевидение, интернет и массовые богослужения. Многие были верны Господу через свои даяния. Кто желает пожертвовать финансы и имущество служению еврейский Иисус, зайдите на наш сайт. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Ва иішм аре еха Я эр Я ве пен а ве леха Ви ху не Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит Тебя и соблюдет. Пусть осветит Тебя сиянием лика Своего и явит милосердие. Пусть Отец, Владыка Твой, воззрит на Тебя светлым взором Своим и пусть снова дарует мир любимому Чаду. Откровение сегодня для лучшего завтра. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» на своем носителе. Подпишитесь на наши обновления. Следите за нашими новостями в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и подпишитесь на нас в Ютубе. Присоединиться к служению «Узнавая еврейского Иисуса» очень легко. Будьте с нами! Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Наши молитвенники готовы ходатайствовать за вас. Отправьте молитвенную просьбу, посетив наш сайт, или пишите по адресу, который вы видите на экране. Наши служители поднимают в молитве все просьбы Господу и просят, чтобы Бог ответил на каждую из них. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства. Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, возвещать тайну Мессии. Передача «Узнавая еврейского Иисуса» служит Израилю и миру. В начале Бог создал свет из тьмы. Не пропустите следующий выпуск программы, и вы узнаете, как Бог может создать свет посреди тьмы вашей жизни.